Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы пройдем испытание... Точнее, не испытание, а башню колдуна на федеральном уровне сложности. Кстати, завтра будет, по-моему, обновление испытания, если я не ошибаюсь. И будем играть, соответственно, за команду MK11. Скорпион, Саб-Зеро и Джейд. Поехали. Сегодня мы дойдем с вами до 160-го боя и постараемся его пройти. Но у нас будет только одна или две попытки на него всего лишь. Поэтому крайне миловероятно, что у нас получится пройти. Потому что здесь, в основном, бои проходят с боссами на кратным 20 числу. То есть на 20-м, 40-м, 60-м, 80-м, 100-м, 120-м, 140-м, 160-м и, соответственно, 180-х и 200-х боях. Капец, даже дублер уже, кажется, знаете, не таким тоненьким с этим снаряжением. Здесь у нас темная магия, как я понимаю, работает, потому что наши персы урон получают. Да что ж ты... Не пробивается никак блок у противника. Вот сколько не бью я этого эрона, у него никак блок не пробивается. До свидания. 330, нормально так, с смертельного вылетело. Да что ж такое-то, а? Уже всё здоровье у меня отняла пассивка этого боя. И при этом ещё и противники пробивают. Но мы справились. Всё-таки рано или поздно пробой блока у нас сработал. У меня такое ощущение, будто какой-то снаряга даёт пониженный шанс на пробой блока у них. Но это вряд ли, потому что мы вроде бы сражались уже с боссами. Они вроде бы легко пробивались и с любой снарягой. Так что скорее это... Само мнение просто. Так сказать, эффект плацебо-убеждённости в каком-то действии. Даже надуманность. Так, мне надо разобраться сейчас с Абычем. Блин, я его почти добил, но не добил. Раз же то хотя бы он не успел на меня наложить свой фиг заморозки. Блин, противники уже реально не отлетают от первых спецприёмов. Точнее отлетают, но с трудом. От города точно отлетит. У него не так много здоровья, как у алмазок. Так, ну поехали. Так, Куан-Чи, дальше Джеки и Девора. Бои в этой башне прям идут уже достаточно долгое время. То есть нам понадобится много времени на прохождение. Ну, в принципе, за полчаса мы должны управиться где-нибудь. Уже меньше, конечно, осталось. Мы вроде ещё не обновляли с вами попытки в этой башне. Но ещё впереди много боёв, значит, много шансов выбить какое-нибудь снаряжение башеное. Круготенью лучше не бить спецприёмами, поэтому я стараюсь его пробивать так обычными ударами. Вот с этими персонажами уже для скорости можно использовать и спецприёмы, чтобы побыстрее расправиться. В кое-то веке решил заблокировать удар противника. Офигеть. Просто посмотрите, как мало им урона наносится. Это жесть. Хотя, казалось бы, на 100% выбиваю первый. Ну, там крит просто не сработал. Если бы крит сработал, я бы его легко добил. Так, ну, это достаточно бесполезная шляпа для меня. Именно второй спецприём для алмазок. Рейден, Кунлао и Холодная Война Скарлетт. Окей. А в конце башни нас ещё ждут боссы. Это, наверное, будет самое интересное за сегодня. Так, классический Рейден, вот это вот. Сразу избавляемся от него, чтобы он не мешался. Благо крит сработал. Если бы крит не сработал, я бы вряд ли его убил сейчас. Надо было целиться на близкое к 100%. Вот так вот, чтобы добить точно. Давай, крит. Отлично. Ну, всё-таки пока у них снаряга не настолько крутая, что не так сильно бафает их здоровье. То есть, с ней там имеют не по... Миллиону здоровья, но всё равно достаточно долго их приходится пробивать. Но благо пока первый спецприём работает. Так, и у нас ещё осталось три боя. До того, как нужно будет восстанавливать энергию персам. До того, как нужно будет восстанавливать энергию персам. О, наконец-то загрузилась. Поехали. Не успела, да, мне контратаковать? Ну, хотя бы крит сработал. Тоже неплохо. Вот этот вот неприятный парень, если его не пробить через блок, он начинает потом так агрессировать. У него ещё есть спецприёмы истощающие. Да ты их, блин, достал. Чё такой живучий-то? Вот так и знал. Ещё и заморозка сейчас пойдёт. Да-да-да. Да, они уже, смотрите, они нормально держат удар, особенно когда у них остаётся мало здоровья. Они прям какие-то супер-ультраживучие. Возможно, это работает какая-то пассивка снаряжения. То есть, что у них при... Чем меньше здоровья, тем они меньше урона получают. Ну, карточка, на самом деле, бесполезная, которая нам выпала. Опять же, для бронзовых персов спецприёма это мне не нужно. Это давным-давно уже прокачано на фул. Первое обновление башни. Нифига себе, сейчас вот только первое обновление башни было, а нас ещё одно интересует. Последующее. Спасибо. Спасибо. Так, у нас Снуп Сайбот. А, есть ещё другие персов МК-11? Да вроде нет, это чёрный дракон Кабал. И Рейден у нас классический. Поэтому он не выскочит как сумасшедший и не начнёт на меня рентген использовать. Вот есть, конечно, неприятная пассивка у Рейдена. У них, кажется, повышенное накопление силы, как я понимаю. Вот видите, когда я бью, у них почти не остаётся здоровья, они почему-то меньше урона получают, прям гораздо меньше. Точнее, не то, чтобы даже меньше урона они получают, они вроде бы получают такой же урон, но при этом он меньше здоровья им сносит. То есть, как будто у них увеличивается максимальный запас здоровья при низком здоровье. Возможно, опять же, мне это просто кажется. Фиг поймёшь, на первый взгляд. Так, следующий бой. МК-1 Скарлетт, шансунки Рейден. О, кстати, фуловая команда МК-11. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, может быть, кстати, после этого боя у нас спеет восстановиться энергия у персов, и, может быть, еще один бой сыграть. Опять токсичная бомба, кстати. Она точно успеет сработать как минимум один раз за этот матч. Учитывая, насколько непробиваемые становятся противники, вот уже пошел яд. Скоро будет взрыв бомбы. Он не стал меняться на Скорпиона. Либо же Саб-Зеро, либо Джейд. Это удивительно. Обычно он всегда меняется. Блин, придется бить в блок, потому что... Только не глушай. Да блин, ну твою ж мать! Серьезно? Все, давай домой отлетаешь. Да как он успел блок поставить? Ну да, уже, знаете, такие болепотные бои стали. В этом плане. А можно мне снаряги какой-нибудь накинуть башиной? Нельзя, понял. А то, знаете, особо, знаете, тут ничего нету противников, как сказать, боссов нету пока что. И снаряга, поэтому может падать. О, успел восстановиться единичкой энергии. Давайте еще тогда один матч сыграем. А потом я восстановлю энергию и доиграем оставшиеся бои. тобусом нужноuse, чтобы накинуть башину. Вотfighting башу... Упражнение лучше отложить. Упражнение в видеокон nein-проход. Получи замены. Чтобы сделать это и все. Он какую-то из его полчаса pasado, который их поставил hundred и убい. adesso можете не Tong, чтобы водить от этих Andrej Andri��er а-made. Когда ты reaching forănимку, мы, конечно, logos то есть пример взрослый, Так Ах, Джонни Кейдж До свидания, Джонни Кейдж У него ничем много здоровья, поэтому уверен, что он отвалится Если я попаду на 90% Тут главное как можно быстрее саба завалить Чтобы у него не спрокнула пассивная способность Отлично А вот сейчас будем долго мучиться с Джейд Потому что ее спецприемами лучше не бить У Майдни Кейдж Увернуться может, как и от завершающих комбо ударов Так что вот так вот мы ее долго забиваем И все-таки побеждаем Фух, наконец-то я завершил первые попытки Порядка 8 боев у нас получилось отыграть Впереди еще 7 О, кстати, карта на ящера Но она у меня уже, к сожалению, 10-го слияния Поэтому просто в монеты превращается 3 тысячи 3 миллиона, точнее, 130 тысяч голды уже Так, ну и сейчас мне надо восстановить энергию И мы допройдем уже оставшиеся 7 боев, включая боссов Блин, такая назойливая реклама сейчас была, конечно Не люблю, когда реклама сначала показывается в течение Примерной 30 секунд А потом еще и показывает тебе просто картинку этой рекламы И ты должен еще секунд 10-20 ждать Когда, блин, тебе дадут возможность получить награду Это неприятно Как бы одно дело, ты уже посмотрел рекламу тебе Типа все сказали А потом ты просто смотришь на какую-то статичную картинку На протяжении кучи времени Которая абсолютно тебе не интересна И которая ничего не говорит о продукте Который рекламирует Ой, вот это неприятный противник, конечно Начинается Еще и оглушение у них с базовых атак Да ты задрала уже Ну хоть сколько-то урона по ней внесу Наконец-то у меня получится ее добить Я надеюсь, да Лови Изи вин Криты наши все Криты очень сильно спасают Поэтому я не хочу менять молот гнева на какую-нибудь снарягу Потому что тогда мне придется отказываться от критов А это будет не круто На скриты в основном весь урон и вносят Когда они не прокают, это печально В этом и минус снаряжения различного То, что оно не дает шанс на крит тебе Повышенный А если и дает, то только, знаете, там В каких-то определенных ситуациях Которые не всегда соответствуют твоим ожиданиям То есть не всегда случаются Скажем так Тут в основном снаряга как-то фокусируется урона от яда То есть там больше урона, если противник под ядом Больше урона, если Не знаю, там Вы отравляете противника Больше самого урона от яда Там и так далее и тому подобное Типа в основном для рептилий Там и для прочих персонажей Которые могут яд накладывать Нифига себе он толстый Вы посмотрите, как мало урона ему вношу Опять же криты, как обычно, не прокают Я так и знал, что он сменится почти сразу же А можно мне крит? Спасибо Сейчас его спасет скорпион Но себя он вряд ли уже спасет Блин, дурацкие исцеления от Мелины От Титаны Бедная Джей там уже без здоровья сидит совершенно Ну и добиваем Каныча Хм, исцеление ему не особо помогло Так, получаем небольшую сумму по голде Пойдет Но хотелось бы больше снаряги В этом плане Так, ну и нам остается последний раз Обновить башню и отыграть последние 5 боев То есть 157-й, 158-й, 159-й будут без боссов То есть 3 боя сейчас без боссов А на последние 2 боя мы будем сдраться с боссами Если даже повезет, можно будет за 2 попытки пройти их Но это опять же зависит от того, насколько они будут жесткими Вроде бы по слухам, по слухам Говорили, что на 160-м бою будут более жесткие боссы Чем на предыдущих Потому что все предыдущие бои с ограничениями То есть с боссами Мы проходили с вами за 2 попытки Блин, вот это конечно неприятно, что у Sony Blade щит Я не могу особо спецприемы запихивать в нее Ну и так как против нас там Джейсон выйдет, ужас Мне здесь опять же спецприемы не нужны Поэтому я их сбагрю на Фрейде Все, изи-бризи Так, еще 2 боя до боссов Так, Scorpion Injustice Ну кстати неплохо, души дополнительные И монеты в том числе 2 в 1 Души мне сейчас нужны Потому что большую часть душ я потратил на паки И мне нужно как-то восполнять недостающие Недостающие души Души на паки Кстати, фулл отряд Ронинов против нас. Только сейчас обратим внимание. Но минус Ронинам в том, что у них не очень высокий запас здоровья, за исключением Титаны. Вот у Ронина, Кенши и Токеды у них маленькое здоровье, и при этом... Нифига себе урона! Ну да, Ронины славятся своим уроном. Критическим, смертельным и так далее. Как я поджигаю, интересно, противников? У меня же вроде не стоит никакого снаряжения на поджог. Это пассивка может быть Скорпиона, либо же поджигает Эпик? В этом плане не очень подкован. А, возможно, кстати, клинки. Клинки Муромаса могут поджигать. У них была какая-то вроде пассивка для Скорпионов именно. Может быть, я и ошибаюсь. Иногда почему-то противники загораются. Круг от тени отряд и Ассасин Китана. Ну, круг от тени персонажа достаточно слабый. Единственная проблема тут оставляет Джакс, у которого может заработать его щит. Продолжение следует... Так, последний бой перед боссами. Надо его хорошо пройти и красиво. Так, минус раз есть. Уже неплохо. И сейчас надеемся, что не сработает щит. Отлично. Так, терпим немножечко удар от Китаны. Сейчас пойдет истощение. Наверное, заблокирую. Не буду пытаться атаковать. Откуда ослепление на мне? Объясните. Надеюсь, она скоро пропадет, потому что я же сдолбался. Получаете, днюю люлей. Так, я, наверное, на Саба сменюсь, чтобы истощить ее и заморозить. Ну, не заморозить, а глушить. Может, через бруталку даже удастся закончить? Да, смотрите-ка. Ну, как я и говорил, я красиво прошел бой перед боссами. Ну, немножко, конечно, меня это напрягало. Ассасин Китана со своим ослеплением. Это наверняка сноряга какая-то у меня наложила его. Так, вип Джонни Кейдж, но это бесполезное для меня... Хотя, подождите, десятое слияние. У меня, оказывается, не было вкачано. Ну, хорошо, тогда будет теперь максимальное здоровье. Восполнение здоровья у Джонни Кейджа и всех. Они будут лучше хилиться теперь выжившим. Так, ну и, собственно, вот у нас боссы. Это команда Черного Дракона, фуловая. Начиная с Эроном, заканчивая Тремором. И в том числе Кабал. Давайте посмотрим, что у них за снаряга стоит. Итак, Тайкакаги десятого. Варановая куртка. Господи, какая гадость. Третьего. Десятого кольцо. И пятого капюшон. Здесь у нас то же самое, по-моему, практически все. Только вместо варановой куртки у него пояс властителя душ. А вместо капюшона сосуд смерти ядовитого дракона. И у Тремора у нас стоит... Нифига себе, десятого слияния эпик. Змеиная кусаригама. Он будет очень много урона наносить. Надо аккуратнее с ним быть. Еще один десятого слияния эпик. У него два десятого слияния эпика. Восьмого слияния синяя карточка. И десятого еще кольцо. Офигеть, жесткие. Тремор самый жесткий из них получается. Ну давайте пытаться пройти. Но учитывая по снаряге, судя по снаряге, я вряд ли смогу это пройти с первой попытки. Точно. Со второй очень маловероятно. Основная цель у меня сейчас-то хотя бы пройти противников с... Победить одного из противников за пару попыток. Но мне кажется, за две тут не пройти. Они все-таки очень жирные, благодаря снаряге. У них реально мощная снаряга. И тем более у того же Эррона вороновая куртка. Но благо, что только у Эррона она. То есть остальные не будут уворачиваться от спецприемов. Ну поехали разбираться. Но я буду все равно Эррона бить спецприемом 1. Даже если я буду промазывать, просто потому что... Ну, это мой основной урон, спецприем 1. Офигеть, он еще и хилится от моих базовых атак с некоторым шансом. Благодаря тоже какой-то снаряге... О, красота! 300 с чем-то тысяч урона. То, что нужно. Ну так сказать, до первого ворота играем. Потом он сразу, скорее всего, сменится. Так, давайте еще раз рискну. Да, получилось. Риск оправдался. Но, блин, уже смертельные, конечно, так часто не вылетают, как и криты. Ну и теперь мы зажали его у стены. Можно, в принципе, сейчас его забивать. Уже не пользуясь спецприемами, потому что он может от них уворачиваться. Он, конечно, восстанавливает иногда здоровье от моих ударов критических. Но не так, чтобы сильно его восстанавливает. Я все-таки больше урона наношу. Сейчас надо будет заблокировать удар кабала. Точнее, рентген-атаку. Офигеть, он прерывает мои атаки. А мы его тоже зажали у стены, поэтому, в принципе... Да. Плюс он не может сейчас уворачиваться, потому что куртка варановая у него отсутствует. Но он может блокировать мои спецприемы. Это неприятно. Плюс я ему не заблокировал сам спецприем, он может меня прессануть вторым. Ой, пробой блока не получилось сделать. Офигеть, я ему вообще урон не наношу. Вы посмотрите на эту дичь. Да. И это только кабал. Вы прикиньте, сколько здоровья у этого, у тремора. Ну я уже устал его бить. Ладно, давайте используем все-таки третий. Я мог бы, конечно, еще подольше попытаться его побить, но... О, жопа, как я буду убивать кабала, я пока не знаю, реально. Он супер-мега-жирный. А еще, представьте, там еще тремор ведь есть. Так, карта Мелины, но это просто золото. Так, ну и последняя, собственно, попытка побить боссов. Причем сейчас я идеально отыграл, то есть я быстренько запушил Эрона, у меня ни разу он не уклонился. И при этом я даже половины здоровья команде не снял. Ну или около половины, где-то в среднем. Но, отчитывая, насколько слабо пробивается кабал, я буду его избивать целую вечность. То есть сто процентов мне, скорее всего, понадобится три попытки на этот бой. Потому что у тремора, как я и говорил, еще и два эпика десятого слияния. А у кабала нету. Или это у кабала было два эпика, я уж забыл. Не, по-моему, у тремора. Это будет достаточно долгий бой. Ну а теперь я могу хотя бы, пока мне не заблокировали спецприемы, вносить ими урон. По кабалу повышенный. Все. Немножко повносил урон и хватит. Теперь избивай обычными ударами. Так, только не меняйся, братан, пожалуйста, спасибо. Вот теперь просто у стены можно его забивать. Но это будет долго. Капец, он жирный, конечно. Благо, что вот этот вот удар, эта ракета, которая отключает спецприемы, она не сбивает мою комбинацию. Из ударов. Офигеть, вы посмотрите, я по сорок с чем-то тысяч ему наношу. О, уже три метки смерти на нем, а он очень мало урона получает. Да, здесь явно с двух попыток точно не справиться, нужно будет третью тратить. Но хотя бы кабала завалить было бы замечательно. Смотрите-ка, он не заблокировал мне спецприемы, я могу ему сейчас побольше урона внести. Через первый спецприем. Хотя бы сто тысяч разово, неплохо. Капец, он толстый. Он еще и выжил, понимаю. Ну ладно, начнем забивать тремора тогда. О, жесть какая. Как же это долго будет. Может быть, если повезет, успею на третий набить себе. Да, успею. Потом под конец боя, когда уже пара секунд до конца, останется с жахтным рентгеном. Ну, точнее, крышник блоу. Фаттл блоу. Ну и поехали. Пропускаем анимацию. Ну и все. Да, как я и говорил, за две попытки не очень получилось их победить, но я снес много здоровья тремору, почти все. И Кабалу еще пол хп примерно. Давайте получим финальную награду. О, отличная награда, конечно. 1200 монет. Ну ладно. Ну и на этом я тогда буду пока заканчивать. Добьем уже босса в следующий раз. Я думаю, одна-две попытки максимум еще уйдет. Но с трех уже не получилось. Ой, с двух уже не получается их добить. То есть, как минимум три мы потратим. Ну, на этом пока все. Вам огромное спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы еще увидимся. Пока-пока.